Без поводков, да? Попробуем? Вот это очень опасный момент. Миша! Я здесь! Мишка, иди сюда, там собака идёт. Ой-ой-ой-ой! Миша! Тихо-тихо-тихо-тихо! Hi, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки. И сегодня будет видео о нашей собачке Миши, которую мы спасли от усыпления. Мне кажется, что у Миши было очень плохое прошлое, потому что у неё очень много проблем, она многого не знает. И даже несмотря на то, что Мишаня уже немножко освоилась в нашей семье, всё равно у нас впереди ещё много всего, что нам нужно решить. И сегодня у нас будет последняя прогулка с Мишей. Почему последняя, я сейчас объясню, а ты пока подписывайся на наш канал, и мы начинаем. Как я сказала, наша Миша необычная собачка, потому что у неё достаточно тяжёлое прошлое, и её хотели усыпить хозяева. Это большое предательство для собаки, это очень большой стресс. Она до сих пор, я думаю, не может оправиться от него, а также у неё, видимо, было не очень хорошее прошлое, судя по тому, как она реагирует на многие вещи и многого не знает. И даже несмотря на то, что она у нас уже достаточно давно, и мы избавились от очень многих проблем в характере, всё равно всё это ещё присутствует. И со многими вещами нужно работать. И сегодня будет такое видео про Мишу. Мы в последний раз пойдём с ней на прогулку вдвоём. Всё время, сколько Миша у нас жила, мы гуляли с ней вдвоём и не брали с собой других собак. И вот сейчас, я думаю, что наконец-то настало время гулять всем вместе. Да, Мишань? Да, в общем. На прогулку с Мишаней мы возьмём вот такой вот ошейничек. Ёми, не грызи! Поводок, обязательно пакетики для сами знаете чего, а также вот такие вот салфетки для ухода за лапами, чтобы протереть лапки перед входом домой. Миша уже понимает, когда её зовут. Миш, иди сюда! Она делает это всё боязливо, всё изучает немножко со страхом. Она должна понимать, что её здесь никто не обидит, никто её не предаст, больше её не бросит. Да, Мишаня? Я очень долго пыталась приучить Мишу к поводку. И вы помните, возможно, даже видео о том, как Миша на поводочке у нас приучалась, потому что гулять она на нём не хотела. У нас, оказывается, дождик прошёл, да, Мишаня? Дождик прошёл, но трава мокрая! Последний раз, по-моему, вы видели, как Миша гуляет зимой. Да, Мишаня? Пойдём? Давай гулять! Ай, Миша, молодец, гуляем! Миша на прогулке всегда очень насторожена. Она очень часто подходит ко мне, что очень радует, что она подходит. Я обязательно её хвалю за это и даю ей лакомство. Да, Мишаня, молодец! Да, туалетик молодец, Мишаня! Молодец туалетик! Я стараюсь учить Мишу команде рядом, но так как она боится каждого резкого звука или, например, резких остановок побаивается... Джо, что такое? Пошли! ...то я не слишком спешу с какой-то дрессировкой. Мы скорее пытаемся привыкнуть к самым простым вещам. Да, Мишаня? А на моём личном канале AnyMagic, ребята, вышло тоже новое видео о том, как я всё-таки решила вернуться в ту самую заброшку, где обнаружила странный пакет. И я обнаружила там кое-что ещё более интересное, а заодно поставила ловушку. Так что обязательно пойдите и посмотрите. Ссылочки я оставлю внизу. Я сейчас вам покажу одну такую штуку, которая происходит с Мишей на прогулке. У меня есть подозрение, что Мишу очень часто тягали за поводок, когда она не шла, например. Поэтому теперь, когда если поводок чуть натягивается сильнее, Миша сразу начинает нервничать. Обратите внимание. Нет, со мной она нормально идёт. Но если, например, поводок очень сильно натянуть, то Миша начинает бояться. Вот та самая ситуация сейчас произошла. Если я слишком сильно натягиваю поводок, Миша останавливается и начинает нервничать. Я думаю, это связано с тем, что её, возможно, тягали на поводке. И поэтому она очень не любит этот момент. Как мы отучались нервничать в этот момент и тянуть поводок. Я всегда держала поводок, чтобы он висел. И каждый раз, когда я должна была звать Мишу, то есть за собой, и она не шла, вот так останавливалась. Я долго ждала, но пыталась её звать. Миша, иди сюда. Пойдём. Ай, молодец. И когда она шла, поводок я старалась держать так, чтобы он был не сильно натянут. Иначе она начинала нервничать. Но сегодня, например, ребят, я очень удивилась, что Миша наконец-то перестала нервничать на натянутый поводок. Только вот всего разочек за всю прогулку. Куда ты лезешь, Мишка? У тебя же грязные лапы. Атёмно, тёмно, тёмно идёт. Молодец. А также Миша уже научилась останавливаться, если останавливаюсь я. Если раньше до этого она бежала вперёд меня или останавливалась не вовремя, то сейчас она останавливается тогда, когда останавливаюсь я, и идёт тогда, когда иду я. Пойдём, Миша. Молодец. Молодец. Стоим, Миша. Молодец. Пойдём, Мишань. Пойдём. Стоим. Ждём. Я очень люблю гулять с ней, потому что она такая хорошая. Она такая скромная. Я люблю гулять со всеми своими собаками. Но мне всегда так жалко Мишаню. Она такая милая. Кто тут такой живёт? Кто это такие, Мишань? Курочки, да? Петухи и курицы. Да. Да. Ну ладно, пойдём. Не хочу, говорит, смотреть на них. Ну что, Мишань, будем готовиться к прогулкам со всеми собаками вместе, без поводков. Да? Попробуем? Пойдём, мой хвостик. Давай, ходи за мной рядом. Иди сюда, Миша. Вот молодец. Ай, молодец. Миша там увидел, что ты испугалась. Миша убегает от меня сейчас. Вот это очень опасный момент. Миша! Я здесь! Иди сюда! Это сейчас реально, ребят. Это реально, ребята. Сейчас было страшно, но это была хорошая проверка для нас обеих. На наш контакт, на наше доверие, на наше понимание друг друга. На то, что Миша у нас вечно теряет координацию. И всё-таки она никуда не хочет убежать. Она, конечно же, пришла. Я на 90% была уверена, что Миша потеряла просто координацию. И у меня вообще есть подозрение, что она не очень хорошо видит. И на голос она, конечно же, пришла. Но если вы не уверены в своей собаке, то не отпускайте её так, без поводка. Ни в коем случае далеко от себя, а то она может убежать. Мишка, иди сюда. Там собака идёт. Ой-ой-ой-ой. Миша! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А это не ваша собака, да? Нет. Эй-эй-эй-эй. Дай нам пройти. Нет. 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 Мы поедем все вчетвером на супер большую прогулку. Я, конечно же, сниму об этом видео. Как ребята гуляют и проводят лето все вместе. А кто ещё не в курсе, ребята, у моих собачек есть свой личный канал. Видеоблог Маджик Пэтс, где они снимают свои ролики. Для тех, кто любит, как мои пёсики разговаривают. Так что обязательно поддержите, ребят. Подпишитесь на их канал. Они будут очень рады. Спасибо большое. Увидимся скоро в новых роликах. Пока!